Дорожный фонд больше 14 миллиардов. Финансирование сферы культуры окрепло вдвое, а социально значимых НКО становится больше. Эти и другие темы в фокусе внимания областных парламентариев. О принятых решениях на сессии мой коллега Артемий Заварзин. Тема дорог одна из ключевых на сессии и одна из самых финансово подкрепленных в проекте бюджета на 2023 год. В рамках нацпроекта планируется привести в порядок более 160 километров региональных дорог и 20 километров вархангельской агломерации. Продолжится ремонт дороги на Онегу. Масштабные планы связаны с развитием системы перевозок. Только на реформу общественного транспорта в Архангельске планируют направить 640 миллионов рублей. Есть хорошие новости и для Северодвинска. Установление фундамента у 12 школы это порядка 70 миллионов рублей. На реконструкцию моста через Непольское пустье дополнительно выделяется более миллиарда рублей. На достройку на стадионе Североледовой арены выделяется порядка 70 миллионов рублей. И в 85 квартал планируется новое строительство. На строительство дорог тоже выделяется порядка 85 миллионов рублей. Я надеюсь, что во втором чтении все эти средства в нашем бюджете так и останутся. Более 60% общего объема расходов, а это 143 миллиарда, предусмотрено на социальный блок спорт, поддержку молодежи, доступное жилье и формирование современной городской среды. Депутаты фракции ЛДПР подготовят необходимые замечания, предложения и поправки ко второму чтению для того, чтобы минимизировать все риски, с которыми столкнется наша область в следующем году. Точно будут поправки социальной политики направленности, здравоохранения и жилищно-коммунальное хозяйство. Это те отрасли, которые более уязвимы для наших жителей Архангельской области. Расходы на культуру в 2023 году составят рекордную цифру почти 3 миллиарда рублей, отмечают депутаты и важность недавнего указа губернатора об увеличении размера региональной премии для выдающихся деятелей культуры и искусства. Если раньше лауреаты премий правительства в области культуры и искусства получали 25 тысяч, то сегодня уже указом губернатора установлено, что с 1 января эта премия увеличивается до 100 тысяч. Премии для учащихся профильных учреждений были 5 тысяч, то сегодня 25 тысяч будет с 1 января. И также для преподавателей, если раньше они были 25 тысяч, то сегодня будет уже с учетом этого указа 50 тысяч. Это говорит о том, что правительство региона сделало большую работу, изыскали возможности. Результаты совместной работы по поддержке некоммерческого сектора и инициатив «Северян» обсудили на сессии в рамках правительственного часа. Система институтов гражданского общества складывалась на протяжении последних двух десятилетий. Сейчас в Архангельской области насчитывается больше 1200 социально значимых НКО. За все это время наша основная цель была научить активных неравнодушных людей социальному проектированию. То есть писать проекты, отправлять их на различные грантовые конкурсы, которых достаточно много сегодня в нашей стране. Самое главное это фонд президентских грантов. А в Архангельской области это губернаторский центр «Вместе мы сильнее», который, например, в 2022 году разыграл 105 миллионов рублей. Это рекордная цифра для нашего региона. По итогам 2021 года Архангельская область вошла в пятерку лидеров по качеству проведения грантового конкурса среди регионов. И в 2022 году на финансовую поддержку проектов НКО дополнительно к областным 33 миллионам рублей было получено еще 72 от фонда президентских грантов. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.